Вышло значимое обновление PS2 Classics Manager, о котором я хотел бы рассказать. Но сначала отвечу на вопросы, которые наиболее часто от вас поступали. Первое. На какой прошивке все работает без проблем? Ответ. Я использую Rebug, а разработчик PS2 Classics, Rogero 4.40. Только в этой версии пофиксили проблемы с React PSN. Так что теперь можно выбирать какая прошивка больше нравится. И еще вопрос, почему у меня идут игры в полноэкранном режиме? Тут ответ очень простой. На самом деле сигнал в PS2 игр конечно же 480 прогрессив при соотношении сторон 4 к 3. А все остальное делает мой телевизор, автоматически включая режим растягивания изображения для заполнения экрана. Так что не забывайте о функциях вашего телевизора. Теперь о новом PS2 Classics Manager. В нем появились две интересные функции. Первая это автоматическая дешифровка активной в данный момент карты памяти. Поясню. Если у вас в Placeholder в данный момент подключена какая-то игра, у которой есть две виртуальных карты памяти в виде двух файлов с сохраненками, о которых я рассказывал в предыдущих видео на тему PS2 Classics, то теперь их можно сделать доступными через XMB. Дело в том, что в PS2 Classics карты памяти в зашифрованном виде, а в XMB нет. И чтобы можно было свободно переписывать чужие сохраненки, появилась функция их расшифровки. Для этого через меню создайте две карты памяти, назвав их латинскими буквами MC1 и MC2. Собственно это все что от вас требуется. Дальше просто нажимаете функцию экспорта карты памяти в PS2 Classics Manager. Мне эта функция нафиг не нужна, поэтому больше говорить о ней не буду. А поговорим о том, что теперь PS2 Classics Manager сам преобразовывает ISO с бэкапами игр, на компе больше ничего конвертировать не надо. Стоит попробовать. Удаляем все старые версии, предварительно забэкапив игры и сохраненки. Качаем два файла, версия 1.01 и апдейт до 1.02. Кладем их на внешний диск формата FAT32. Также на нем создаем папку PS2.ISO, куда кладем наш ISO с игрой, в данном случае Vice City Stories. Повторяю еще раз, больше его конвертировать не надо. Заходим в PS2 Classics Manager. Он ругнется на то, что поскольку карты памяти не созданы, то функция их экспорта доступна не будет. Ну и ладно. Итак переходим в список игр и видим что наши игры на внешнем... нет. Оказывается надо понажимать боковые кнопки на геймпаде пока не дойдете до внешнего диска. Теперь нажимаем треугольник. В новом меню есть интересная функция по объединению разрезанных файлов. Но поскольку у меня игра меньше 4 ГБ, мне она не нужна. Выбираем функцию Encrypt. Запускается процесс конвертации образа игры, прямо на приставке. Занять он может довольно прилично, по времени минут 15 точно. Все необходимые директории с файлами сохраненок менеджер создаст сам. По окончании процесса игра появится в списке игр на внутреннем диске. Играть с внешнего накопителя пока нельзя. Активируем игру. Запускаем плейсхолдер. И видим, что нихрена у нас не получилось, как запускалась предыдущая игра, Liberty City Stories, так и запускается. Наверное связано это с тем, что я ее подключал с помощью Multiman. Заходим в него, ищем там свежесконвертированную игру, активируем. Пробуем запустить с помощью плейсхолдера. Вот теперь как видите запустилась Vice City Stories, так что больше ничего на компьютере конвертировать не надо.